Один из представителей корпуса наблюдателей, его молодежного звена, сегодня гость нашей студии. Это Дмитрий Таряник, организатор регионального студенческого движения «Белгородский наблюдатель». Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, Елена. Скажите, как вообще возникла эта идея, и как молодежь восприняла идею такого движения «Белгородский наблюдатель» и кто откликнулся активнее? Прежде всего, нужно сказать, что сама идея возникновения студенческого движения «Белгородский наблюдатель» принадлежит молодежи в лице студентов Юридического института Белгородского государственного национального исследовательского университета, которые активно проявили свою гражданскую позицию и решили принять участие в настоящих выборах в качестве наблюдателя. Также нужно отметить, что именно наблюдатели смогли принять участие и оказать полностью всю возможную поддержку честным и законным выборам. Нужно отметить, что на площадке правового консультативного центра «Показание бесплатной правовой помощи» был разработан проект с совместно сотрудниками правового центра. И в дальнейшем этот проект получил высокую оценку руководства института, университета. Об этом узнали студенты, приобрел особую популярность, известность среди студентов. И в настоящее время количество студентов, участников этого проекта составляет 90 человек. Я считаю, это не может не радовать наших избирателей, так как наблюдатель является действительно гарантом честных, открытых и чистых выборов. И это уже не только студенты Юридического института? Присоединились и ребята с других факультетов? Нет, наша специфика заключается в том, что это конкретно студенты Юридического института. Понимаю, но чтобы работать наблюдателем, необходимо обладать определенными знаниями, знаниями законодательства. Проходили какое-то специальное обучение? Кто учил, чему учили? Конечно, без специальной подготовки не обошлось, несмотря на то, что ребята студенты Юридического института имеют какие-то базовые определенные знания в области избирательного права и процесса. Тем не менее, при поддержке избирательной комиссии области на базе нашего университета была проведена лекция, в которой приняли участие представители избирательной комиссии, в частности, Лазарев Игорь Владимирович, заместитель председателя, главный специалист по правовым вопросам, которые рассказали, на мой взгляд, содержательную, прекрасную лекцию. Ребята задавали вопросы в процессе, получился очень конструктивный диалог, в частности, темы, которые затрагивали лекторы, связанные с правами и обязанностями наблюдателей, связанные с возможными нарушениями, как, к сожалению, существует такая тенденция. Как противодействовать тем нарушениям? Были посвящены вопросам и в общем о процедуре голосования, то есть то, что может, нельзя где-то найти в законодательстве. То есть такие вопросы из практики, хоть они и основывались на законодательстве, на своем опыте, на своей практике, но тем не менее, получился вот такой вот достаточно интересный диалог, общение. Кроме того, на той неделе, на предыдущей, ребята обучались, проходили, так сказать, обучение в вебинарах, принимали участие, которые транслировал национальный общественный мониторинг и также успешно освоили некоторые моменты, связанные с избирательным правом. То есть это уже федеральный центр поучаствовал в обучении ваших наблюдателей, да? Ну, а на что, прежде всего, настроены ребята? Вот на что они должны обращать внимание? Наше студентское движение «Белгородский наблюдатель», оно направлено, оцелено сразу на несколько аспектов. Первый и самый важный, мы хотим максимально обеспечить честность, непредвзятость, объективность выборов. Второй аспект, мы хотим подарить такую возможность нашим студентам юридического института на практике применить свои теоретические знания. По избирательному процессу, кроме того, дайте ребятам посмотреть, так сказать, изнутри механизм избрания власти. Третий аспект направлен на популяризацию выборов среди населения Белгородской области, как основного способа волеизъявления своей гражданской политической позиции граждан. Потому что, к сожалению, нужно отметить, что большая достаточно проблема на всех выборах. То, что люди не доверяют выборам, появляется нигилизм, абсцентеизм. И совершенно люди как бы не настроены на то, чтобы голосовать, отдавать свой гражданский долг. К сожалению, такая тенденция имеется. А сколько ваших ребят сегодня вышло? Я так поняла, 90-го вы подготовили, и все вышли на участки сегодня? К сожалению, нет. По разным причинам, так сказать, форс-мажорным. Кто-то заболел. В итоге, в настоящее время, вот к двум часам, на избирательных участках города Белгорода присутствуют 87 наблюдателей. 87? Да, соответственно, на соответствующем количестве избирательных участков. Почти 100% из подготовленных. А есть ли еще подобные объединения или прецедент в масштабах регионов? Насколько я знаю, на сегодняшний день подобного масштабного проекта на территории области не было подготовлено. И мы являемся, можно сказать, первопроходцами в этом плане. Такой пилотный проект. В связи с чем, мы просто надеемся на поддержку представителей политических сил, участвующих в выборах. Вы сейчас держите связь со своими ребятами-наблюдателями? Безусловно, в течение дня. Они сейчас на участках находятся, да? И что говорят, как оценивают обстановку? Обстановка стабильная в целом, спокойная. Не выявлено пока что никаких нарушений, не было зафиксировано ни провокаций. И мы надеемся, что такая тенденция сохранится на протяжении всего оставшегося дня. И ребята будут уходить домой со своих избирательных участков не только с новыми, полученными, приобретенными практическими навыками, но и также с хорошим, отличным настроением в бодром расположении духа. И сами они тоже наверняка уже проголосовали. Да, да. Спасибо. Желаем вам удачного завершения сегодняшнего дня. Спасибо, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, что гостем в студии у нас был Дмитрий Таряник, организатор студенческого движения «Белгородские наблюдатели».